И в приложении программы. Гость студии утренней программы, человек, которого привыкли видеть в спорте, в теннисе и в фитнесе, Николай Мелинтий, ныне открывает площадки для молодежи. Доброе утро, Николай. Вы разносторонний человек и активно подключаетесь как к спортивным мероприятиям, так и организовываете к культурным мероприятиям. Как удается, что поменялось в жизни? В жизни не поменялся ровно ничего. Просто я считаю, что грани у человека очень много. Их нужно просто открывать, развивать и добавлять что-нибудь новое в свою жизнь, как говорится. И поэтому я решил, что можно совместно со спортом развивать также музыку, танцы, помогать юным талантам Гагаузии. Чем сможем, тем поможем. Это мой девиз. И, в принципе, вот так оно и получилось, что начали мы... Начал я свой проект с конкурса танца Young Talents. Это 25 февраля был первый конкурс танцев. Было очень интересное событие, потому что для детей... Ну, долгожданный, в принципе, конкурс, учитывая то, что очень мало соревнований для деток в Гагаузии, касаемо танца. У меня дочка танцует тоже. Ну и, в принципе, вот чуть позже я вам расскажу уже, как это было, кто занял какие места, чтобы люди знали, как говорится, своих чемпионов. Нет, давайте не будем откладывать. Буквально на нашем экране сейчас мы видим один из номеров этих танцев. Вы предоставляете площадку. Вот почему? Откуда такой интерес? Почему для молодежи? У нас в Гагаузии маловозможности предоставляется детям раскрыть свои таланты, свои возможности. То есть секции небольшие, кружки, они практически в каждом населенном пункте есть. Но чтобы собрать детей, сплотить их, дать им возможность познакомиться, поделиться, это как раз та возможность, которую вы даете. Что вот мы сейчас видим? На экране мы наблюдаем выступления интересных ребят группы ВВ Студио. Они заняли третье место. Они очень талантливые дети Камрадского района. Это команда достойная. Я думаю, что все у них впереди. И в конце месяца, либо в начале мая, я думаю, что мы проведем еще один конкурс танца. И, как говорится, посоревнуемся. И у этой команды тоже будут все шансы занять даже первое, второе и так далее. То есть это уже зависит от... Танцы современные? Танцы современные? Да, да. И это, как правило, молодежь? Да, их наставник, получается, Влада. Очень молодая, перспективная хореограф, тренер. И, то есть моя цель, в принципе, была помочь не только детям выступить, но и наставникам молодым, чтобы у них была вот эта, как говорится, площадка для выступлений. Потому что им приходится много ездить за границу. Они ездят в Украину, раньше ездили в Тирасполь, все выступления. Но в Камрате не было выступлений. Не было у нас соревнований касаемо танцев. Если они и были, то это были считанные конкурсы, когда-то. То есть конкурс подразумевает, как правило, это соревнования, это жюри, это специалисты, которые оценивают выступления детей. Все верно, да. В жюри кто принимал участие? В жюри мы старались подобрать компетентное жюри из разных, скажем так, областей. У нас в жюри, я могу ошибиться сейчас в фамилии, Светлана. Она занимается танцами очень давно. Она была хореографом группы «Вдохновение», да-да-да, все правильно. У нас, мы также пригласили в жюри Жуни Алена. Она занимается одесской гимнастикой. Она сама выступала очень много лет на большой арене цирка, гимнаст. То есть она у нас оценивала пластику детей и так далее. У нас также в жюри сидела Кара Иван Марта. Она занимается фитнесом очень давно, степа, аэробика, то есть вот такие вещи. Ну и в принципе, также у нас, по-моему, все, по-моему, да-да. Как выступили дети? Подготовка была, чувствовалась у детей? Вот эта эмоциональная обстановка? Это непередаваемое ощущение, потому что все происходило еще до конкурса. Эти скопления детей, вот эти переживания, это настрой наставников, своих учеников. В общем, было интересно наблюдать за этим. И, как говорится, душа радовалась, потому что у меня ребенок тоже танцует в саул-дэнс. В фитлэнд-комрад есть секция, и они заняли второе место, кстати. Эти молодые совсем, самые юные, в принципе. Вот мы сейчас их наблюдаем как раз, видите, как они меня чувствуют. Самые юные, под руководством Стефа Алины. Я думаю, что у них все впереди. Сейчас мы видим показательное выступление к казаку Артура. Это получается брэк-данс. Мальчик тренируется под руководством Стефогла Гоши. Он сам щедролунгий. Знаете, наверное, да? То есть вот такие у нас юные таланты на сцене были. Развитие имеет, то есть будущие перспективы есть у данных групп? Ну, сплотиться более такой, более организованной. Я вам другое скажу, что после этого конкурса все коллективы начали интенсивно работать, добавлять новые танцы, потому что я сказал, что мы на этом не остановимся. Мы будем проводить дальше конкурсы. И в конце апреля, либо в начале мая мы проведем следующий, второй конкурс танца Young Talents. И поэтому они уже начали готовиться. Николай, это было в феврале, это мероприятие. Это было в феврале. В марте, я знаю, что также организовали еще вокальный конкурс и еще одно мероприятие, благотворительный концерт был, в котором непосредственно принимали участие, были одним из организаторов. Что касается вокального конкурса, это что за конкурс? Как можно вот в таком темпе раз-два вот все сорганизовать и дать возможность на самом деле детям почувствовать сцену, показать себя то, чего не хватает, наверное, в нашей жизни? Благодаря поддержке группы Southside, ребята согласились проспонсировать, где я являюсь менеджером группы. И также фитнес-клубы Fitland, это были вот такие две поддержки, скажем так, которые не отказали. И мы решили своими силами провести без помощи кого-либо. Мы, скажем так, обращались, писали, что мы ждем всех спонсоров. Но, к сожалению, больше спонсоров не было, поэтому мы провели своими силами. Но я думаю, что дело даже не в спонсорах, дело даже не в ценных призах, а дело во внимании для этих детей. То есть очень важно было вывести их на сцену, вот этих маленьких юных талантов Гагаузии. То, что мы и сделали, в принципе, своими силами. Мы также позвали компетентные жюри. У нас сидел в жюри Иван Бабов. Знаете, наверное, все. Это местный исполнитель, вокалист, музыкант. Хороший просто парень. Солист Дюзова. Да, я знаю, что он на этом собаку сел точно. У нас также была Маврадия Домна Ивановна. Очень грамотная женщина, преподаватель в музыкальной школе. Она, в принципе, и учила Ивана Бабова тоже. У нас также была ведущая Серкили Мария. Очень позитивная женщина, девушка. Sorry. Очень позитивная девушка, а то Маша мне потом скажет, какая женщина. И она тоже всегда, скажем так, всегда соглашается на новые проекты и так далее. То есть она оценивала подачу исполнителей. Ну и у нас также сидела Драгу Ирина. Драгу Ирина — певица. Певица с маленьких лет, я помню ее на сцене. Она еще совсем юная, но и все же, уже лет 10 она уже поет. Отец у нее тоже исполнитель, достойный, музыкант. Поэтому мы позвали, в принципе, людей, которые непосредственно связаны как-то с музыкой, либо с творчеством, либо вообще с музыкальной сферой. И лично мне очень понравились команды жюри. Также у нас был приглашен сын мой, Милинти Владимир. Он пишет музыку. Он озвучивал этот вечер Young Melty. Да, он уже, его музыку покупают уже в России. Рэперы покупают. Он пишет биты, сидит днем и ночью, сочиняет музыку. Так что вот в такой команде мы работали. И по словам жюри, по словам, скажем так, очевидцев всего этого события, были только добрые воспоминания. То есть всем очень понравилось. Жюри понравилось быть, как говорится, участником этого масштабного проекта. Первого по счету. Ну и плюс, я считаю, что жюри работало на все 100. Очень честное оценивание было. То есть девочки вправду спели все на хорошем уровне. Но само собой, что были чуть лучше, чуть хуже. Это как, в принципе, как всегда в соревнованиях. Николай, вот эти вот конкурсы, они для детей, чисто для Камрата проводятся? Либо охватываете, ну, близлежащие населенные пункты? Да, у нас, что касается танца, допустим, мы позвали Кирсова. У нас был Камрат, Янг Сан, Йен Сан. Я извиняюсь перед молодыми талантами. Йен Сан — это музыкальный коллектив Кирсова. Они заняли первое место. Очень позитивные девочки. Кстати, мы опять же можем их наблюдать. Так получается, что я говорю, и они тут же появляются. Я не знаю, с чем это связано. Это, видимо, магия какого-то. Да, да, да. И вот они сейчас исполняют свой танец. Очень грамотно поставлен танец. Очень интересная работа хореографа была видна. Я не знаю, кто им это ставил, но у них хороший наставник. Но я знаю точно, что они, по-моему, обращались еще к хореографам, скажем так, для того, чтобы довести до ума вот этот танец. И тем самым они заняли первое место, с чем мы их поздравляем. Они очень счастливы были. Я помню их лица. Я помню их. У меня есть маленькое интервью с ними. Поэтому молодцы так держать. Ну, в соцсетях тоже следим за вашими работами, за конкурсами, за лайками, за комментариями. Ну, я скажу от себя, наверное, что делайте большое дело, потому что детям не хватает того внимания, не хватает той сцены, чтобы реализовать себя. И еще и плюс поощряя детей, у них есть тиму двигаться дальше и знать, что это не только вот репетиции, танцы, они занимаются только для себя, да? Да, все правильно. А еще и выходят на публику. Вы что от этого получаете? Какую энергетику? Много силы уходит, чтобы организовать, провести данного рода мероприятие. Учитывая то, что я уже в 18 лет являюсь детским тренером, и все время у меня получается контакт с детьми, диалоги, общение. То есть они мои друзья, они мое богатство. И я заряжаюсь тем самым, вот, как говорится, бок о бок с ними общаясь, соревнуясь, выезжая на соревнования или на сцене. То есть я заряжаюсь энергией. Это и есть, как говорится, вот моя сила. Я хочу также сказать, что на конкурсе песни Young Talent очень много было молодых, юных, талантливых детей, которых я, в принципе, не знал, являясь менеджером группы Southside. Для меня это было как маленькое открытие, что все-таки, ну, цель была какая? Чтобы увидеть этих всех юных талантов. И в дальнейшем, кто знает, может, я сделаю еще один проект, в котором будет молодая совсем юная группа. У меня также есть проект Star Voice. Это дуэт. Ну и плюс, как бы, инструменты еще какие-то, да. Ну и есть у меня возникло желание создать новый проект, еще третий. Это юную группу совсем взять и вести ее, как говорится, по жизни. Я хотел бы остановиться на призерах, потому что, ну, есть люди, которые победили, которые заняли призовые места. У нас с самого начала шоу у нас было показательное выступление сестры Артемьевы, три сестрички. Они очень красиво спели, за что были награждены памятным дипломом. У нас также выступил Вельчип Филипп, очень колоритный мальчик. Он тоже спел свою песню, очень такую трогательную песню. И также был награжден памятным дипломом. Но у нас были призеры в категории до 12 лет. Две категории у нас было до 12 лет и с 12 до 18. То есть я, в принципе, делал это все для школьников. У нас, что касается до 12 лет, это Корнецко Маргарита. Заняла третье место. Наставник Димитро Глаана, как раз вокалистка той самой группы Southside. Дудуш Ева, наставник Метеогла Татьяна. Виктория Миша. Я могу ошибаться с наставником сейчас. По-моему, тоже Метеогла Татьяна. Потом в категории 12 лет и старше у нас Капсамун Таисия взяла третье место. Сатирова Виктория второе место. И Георгиева Екатерина взяла первое место. Очень сильный, на мой взгляд, вокал. Очень солидный голос. Я думаю, что Кате нужно над собой работать. И у нее большое будущее. Так что будем рассматривать, как говорится, в группу. Новую. Ну и также очень хочется отметить также Сырба Анастасия. Хорошо спела. Марарь Дарья. Марарь Екатерина. Михна Арина. То есть девочки, которые достойно выступили, но не получили, к сожалению, памятные медали. Медали были именные. То есть четко указывалась дата, указывалось событие. Я постарался сделать, чтобы они были на уровне медали, чтобы в памяти осталось детей, что вот, как говорится, посмотришь, и запомнилось навсегда. Вы сейчас очень много новых имен назвали. Да. Очень хочется верить, что такого рода проекты, они, этих детей, которые, ну, новенькими для нас, которых вы открываете, они вот пойдут по тому пути, ну, по бокалу в данном случае, который выбрали. То есть стимулировать сегодня очень важно. И очень важно в начале разговора, вы сказали, дать возможность раскрыться детям и развивать вот тот талант, который они имеют. А это возможность также не только в руках этих юных исполнителей, но и в руках организаторов. Спасибо за то доброе дело, которое вы открыли, которому вы даёте, ну, красивый такой путь в этом 2022 году. Ещё одно мероприятие было, в котором непосредственно принимали участие, ну, мы сюжет делали, ваше интервью также было записано. Есть такая группа, которая озвучивает кавер-исполнение с Outside Band, да, менеджером которого вы являете. Дала концерт, двухчасовой концерт, благотворительный концерт, что, в чём, наверное, нуждается сегодня наше, то уязвимое население, наше население, Гагаузи. Что это за проект, что это за группа? То есть, ну, перед программой мы с вами чуть-чуть побеседовали, группа, которая выезжала и за пределы уже, получается, да, Гагаузи выступала где-то и многочислено выступала на мероприятиях, которые проводились в Гагаузи, если чуть-чуть рассказать о них. Да, вкратце, я, скажем так, о них могу говорить очень много, потому что это оталантливающие ребята, очень совестные, хорошие по отдельности и в целом. То есть, каждый из них занимается своим делом, но музыка для них как хобби, поэтому я с ними познакомился год назад, я пришёл к ним на репетицию с сыном, то есть у меня сын как бы тянется к музыке, поэтому взял сына и пошёл ознакомиться с группой. Ну, в общем, познакомился, после этого я заказал эту группу на день рождения сына домой. То есть они пели, получается, во дворе, там было место, мне очень понравилось. Ну, слово за слово, скажем так, мы и начали сотрудничать. Ну, я постарался им найти большое количество концертов. За то летом мы провели 10 концертов. У них до этого они были минимальны, потому что у ребят не было просто времени искать выступления, где договариваться, потому что, ну, они, как правило, репетировали в свободное время, а кто-то должен был этим заниматься. Ну, в общем, кто-то — это я. Да, теперь у них есть, как говорится, кому искать. И, в принципе, я их не обижаю выступлениями. У них, слава богу, всё хорошо. Они стараются, они сейчас делают новый репертуар. Мы вместе думаем над ним, то есть что можно веселее спеть, что можно более востребованной музыкой и так далее. Участники группы Игорь Василёгло — это основатель группы, группы бас-гитарист, Лунгу Артём — соло-гитарист, Димитро Глаана — вокалистка, Иванов Александр. У нас парень приезжает вообще с Кишинёва. Очень грамотный барабанщик. Барабанщик. Ну и плюс у нас получается вокалист-гитарист у нас Димитров Михаил. Каждый из них работает совершенно в разных сферах. Есть два студента, но вместе мы делаем одно общее дело. У нас также есть звукорежиссёр Мордар Александр. Он очень многое тоже сделал для этой группы. Жалко, что он не смог быть на этом вечере, но я думаю, что он в дальнейшем будет. Ну и также нам вот на этом облаготворительном вечере помогал Иван Бабов. Я с ним случайно познакомился. Недавно я его позвал в жюри. И в принципе он там, мы с ним и поговорили об этом вечере. Он отдал добро помочь, как говорится, озвучить этот концерт. Спасибо ему большое за помощь. Вот так и получилось, что каждый делал свою работу, и это делал как бы от души. Цель пришла, или идея пришла ко мне вообще спонтанно. Я в свободные свои дни. Это вторник, четверг у меня только получается полдня свободный, что я могу, не знаю, в кафе выйти. Потому что все выходные у нас соревнования, мы выезжаем в Бельце, Кишинев, очень мало свободного времени. Ну и я листаю ленту часто в Инстаграм, вижу, что люди помогают. Помогают. Часто помогают уязвимым семьям, малообеспеченным, пожилым людям и так далее. Я вот смотрел, смотивировала меня это вот как раз рука помощи Елена. Я вижу, что она очень много делает для пожилых людей, вообще для бедных людей. Ну, я тут же, находясь в этом фронта-кафе, пригласил Ирину Бессараб и сказал, что вот у меня такая идея возникла, почему бы и нет, я хочу, сможет ли она, допустим, как говорится, посотрудничать. Она говорит, да, а с большим удовольствием. Ну и вот так все получилось очень спонтанно и легко. И я видел эти счастливые глаза этих людей, которым потом оказывали помощь. Поэтому я думаю, что мы на этом не остановимся. То есть мы уже грызгруппой. Как будут летние и жаркие дни, я думаю, что мы это сделаем на свежем воздухе, в еще больше формате. И нужно помогать. Нужно помогать малоимущим, уязвимым. Сейчас тем более все выросло. Газ, свет и немножко сложно всем приходится. Частичку тепла и души, если подарить людям, да, это то самое прекрасное, ради чего стоит жить. Счастье в мелочах, как говорят. Да, и я знаю, что вы пришли с композиции на английском языке. Что это за композиция? Ой, честно говоря, что подобрал сейчас оператор, я даже не помню эту песню. На английском языке? Да, да. У нас в репертуаре очень много, где-то около 150 песен. Ну, немало, так скажем. Да, да. И, в принципе, вот сейчас, что будет как бы играть, это с этой песней, по-моему, это одна из первых песен в первом сете, который мы начали играть. То есть начали петь. У нас много английских песен, русских песен. То есть есть к чему стремиться. Есть над чем работать. Да, да. Поэтому все впереди, я думаю. Музыкальную композицию мы сейчас обязательно посмотрим. Вам желаю удачи в ваших начинаниях, зная, что и на апрель месяц у вас грандиозные планы. Постараемся нашей съемочной группой посетить. Что касается апреля месяца, у меня следующий по списку. Ну, в списке моих желаний, скажем так, проектов. Это квартирник, сделать творческий вечер, знакомство групп нашей группы, допустим, с какой-то еще группой по Гагаузии, то есть Волконешт или Камрад, или Чедерлунга. Пусть даже двух групп, допустим, трех групп. Ну, и тем самым немножко приобщить, опять же, наших детей к творчеству и показать им, что вот есть к чему стремиться, есть группы. Это творчество, это таланты. Их нужно показывать. Спасибо за участие в нашей программе. Николай Мелинтий, менеджер группы Southside Band, был у нас в гостях. Говорили мы о тех проектах, которые организовывает Николай, и о тех мероприятиях, которые дают площадку, вернее, о тех возможностях, которые дают открывать площадки для наших юных и танцоров, и вокалистов. Вам желаю удачного дня. Всего доброго. Программа продолжается. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok